Свобода. Каждый год в начале сентября это слово звучит из уст потомков воинов-освободителей, героев Великой Отечественной войны, как пароль, передаваемый в наследство из поколения в поколение. Ведь 1 сентября 1943 года для краснолучан дата начала новой истории родного края. Осень 43-го навсегда останется в нашей памяти, как долгожданный час освобождения от фашистского ига родного города и Луганской области. Их подвиги не вымысел столетия, а наша гордость, что в сердцах живет, и в новом грозном лихолетии забыть сегодня всем нам не дает. Минутой молчания почтили память всех, кто не вернулся с сражений, героев, чьи имена остались высечены на камне и поселились в душах благодарных потомков навечно. Не забывай те грозные годы, когда горела Волжская земля. Земля пылала яростней огня, и не было ни ночи, ни тоня. Не было родиной светово-селькового, а ведь было огненным, шла война суровая, и пустой огонь горит, только у гранитных плит, вашу память огонь сохранит, сохранит. Отмечая 76-ю годовщину освобождения города от немецких захватчиков, краснолучане в очередной раз преклонили головы перед подвигами соотечественников. Красный луч – один из городов, который заслуженно можно назвать городом боевой славы, символом победы и доблести, патриотизма и веры в свои силы. К сожалению, освобождению Красного луча предшествовали 13 месяцев оккупации, бесчеловечной жестокости, боли и страданий людей, невиданного массового истребления мирного населения. В шур шахты 151-й Богдан было расстреляно и заживо сброшено более 2000 человек – шахтеров, женщин, детей, стариков. За время фашистской оккупации захватчики отправили на каторжную работу в Германию около 10 тысяч человек. Несмотря ни на что, защитники Донбасса в 1943 году отстояли Красный луч и в 2014 году преградили дорогу к украинскому фашизму. В сердцах потомков навсегда сохранится уважение и гордость за подвиг советских людей, наших земляков, защищавших свою Родину. Позвольте мне по поручению Президиума Городского Совета Ветеранов от имени почетных граждан города, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и воинской службы и детей войны поздравить всех жителей нашего города и Луганщины с 76-й годовщиной освобождения нашего города и всей Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. Находясь сегодня на этой исторической аллее героев Советского Союза, мы еще раз благодарим их и всех краснолучан за беспримерный подвиг. Прошло более 76 лет, пройдут еще десятки и сотни лет, но величие победы, совершенное нашим народом в годы Великой Отечественной войны, не сгладится из памяти поколений. Вечная память погибшим краснолучанам и слава живым еще в эти дни участникам боевых действий, ветеранам труда, детям войны, кто прямо или косвенно перенес ее ужасы. Сегодня в руках молодого поколения эстафета мира и добра, забота о мире и благополучии нашей малой Родине. Путь, который мы проходим вместе с нашей Родиной, труден и тернист, но сломаться мы не имеем права. Слишком велика ответственность перед предками-героями. Митинг-концерт из памяти священной страницы был организован коллективом Дворца культуры имени Ленина при поддержке городской администрации, Краснолучского управления газового хозяйства, общеобразовательных учреждений и представителей силовых структур. Новости телеканала Луч. Новости телеканала Луч.